Продолжение следует... В осенью 2022 года по поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева Министерство образования и науки Якутии совместно с Министерством спорта возобновили проведение спартакиады среди школьников. В 2024 год объявлен в нашей республике годом детства. В этот значимый год для развития физически здорового тела и духа детей планируется провести массовые спортивные мероприятия. История спартакиады школьников республики берет свой отчет с 1994 года, когда состоялись первые старты надежд. Далее с 2000 по 2016 годы проводилась спартакиада «Олимпийские надежды Якутии». Более 1600 школьников из 35 муниципальных районов и городских округов республики участвуют в финальной части спартакиады, учащихся под названием «Спортивные якутяне». И сегодня спартакиаду будем комментировать мы, Руслан Ачиров и Нюргустан Федотов, старший тренер юношеской сборной команды республики Саха-Якутия по стрельбе из лука. Нюргустан, приветствую. Добрый день, Руслан. Добрый день, дорогие участники, тревожители канала НВК. У нас сегодня финальная часть стрельбы из лука. И на марш аккаунт сейчас золотые финалисты. Это Борисова Даяна и Дичковская Виолетта. Класс блочный лук. И, как мы видим, судья уже объявил первую серию. Еще раз напомню, это финальная часть спартакиады, учащихся в республике Саха. Блочный лук и борьба за золото. Сейчас перед вами начнется. И мы существуем все ощущения, которые мы сейчас получаем от этого финала. Сегодня хорошая погода. О погоде мы поговорим еще попозже. Сейчас давайте мы представим наших участниц, которых вы сейчас видите на экранах. Это Борисова Даяна и Дичковская Виолетта. Даяна является... Она представительница города Якутска. Обучается в Дюсша-4. Разряд кандидат в мастера спорта. Кандидат в мастера спорта. Первый тренер в целом. И сейчас она тренируется у Мигалкиной Людмилы Иннокентьевны. Результаты по соревнованиям, которые уже завоевала Даяна. Это второе место в Надежда Хикутии. Участник Надежды России. Второе место в командном первенстве Республики Саха-Якутия. Третье место... Так, Даяна 8. Так, Виолетта натянула. Делает прицеливание. И сейчас... Отличный выстрел. Вот это уже... Это уже точно 10. 10. 10 у Виолетты. Даяна попадает. Семерку на 2 часа. И заключительный выстрел в серии от Виолетты. И это семерка. 27 предварительно, можно сказать, очков. И десятка заключительным выстрелом у Даяны Борисовой. Итого, в этой серии предварительно 27 на 25. То есть, возможно, они сравняются даже в этом. Так, ну если посмотреть предварительную стрельбу, то Борисова Даяна в квалификации во вчерашней стрельбе была пятая, а Дичковская Виолетта вышла третьей. Скажем, не самые такие высокие места были у них в золотом финале. Сейчас подходят судьи, да, отмечают? Да. Судьи обязательно должны сказать, оценить попадание. Потому что бывают спорные моменты. И... После этого уже выставляется табло. Вот мы смотрим, что у Дичковской Виолетты... Ух ты! И у Бориса Видаяна сравнялись, да, 50 на 50. То есть, как будто бы они сейчас в третьей серии стреляют, но начинают как будто бы заново. То есть, с одинакового количества очков. В блочном луке идет полнарастающий, да? То есть, все-все баллы, они суммируются? Да, все пять серий суммируются. И после этого уже, если вдруг не будет выведен победитель, то делается еще по одному выстрелу. Называется перестрелкой. И там уже играет правило. Часть стрела ближе к центру, тот и выигрывает. Так, ну, я думаю, что мы можем увидеть перестрелки в сегодняшней стрельбах. Станем, так сказать, свидетелями этого события. Ну, пока третья серия. И с натянутым луком стоит у нас... Виолетта. Виолетта Ильичковская, да. Так, ну, давайте продолжим также знакомство. Виолетта является также кандидатом мастера спорта. Первый тренер ее Алексеев Михаил Валерьевич. Сейчас действующий Алексеев Стасов Павел Михайлович. Виолетта у нас в командных зачетах в основном занимала места. Первое место чемпионат республики Саха-Якутия, который проходил недавно, да, в Бердегистяхе? Да, буквально в прошлой неделе два больших соревнования было. Чемпионат и первенство. И второе место в миксе первенстве республики Саха-Якутия. И второе место в командном зачете также в чемпионате республики Саха-Якутия прошлого года в Алдане. Нургун, а скажите, вот я сейчас заметил, там около девятки была звездочка. Что это означает? Это значит, что это пробоина спорная, и ее определит уже судья на счете. То есть он подойдет и точно скажет, это 9 или 8. То есть на данный момент сложно сказать. Да, это предварительные результаты, которые потом подтверждаются уже судьями на линии. Так, ну, смотрите, примерно одинаковые попали девушки. Два очка разница. Сейчас судьи точно скажут, кто сколько очков набрал. Это была третья серия. Градус волнения должен повышаться, я думаю, к заключительным. Так что, я думаю, еще увидим и хорошие попадания. Даже после двух серий то, что сравнялись баллы, это уже означает, что идет такая борьба на равных. Девушки, да, очень серьезно сейчас настроены. Быть победителем спартакиады, учащихся республики, очень почетно. С прошлого года у нас идет бескомпромиссная борьба среди районов и улосов. Все хотят быть первыми, поэтому здесь каждое очко важное, я считаю. Это престиж не только школы, это престиж вообще всего района и самих тренеров, самих. Поэтому все стараются показать максимальный результат. Так вообще даже отметить, сколько команд у нас участвует в спартакиаде. Да, на удивление, очень много команд. Если у нас всего в республике 35 команд, то в этой спартакиаде по стрельбе из лука принял участие 26. То есть это очень много было участников. И это говорит о том, что с любого из лука все-таки развивается у нас в республике. Тренеры работают и на местах, и в школах. И это радует, конечно. Так, начинается... Четвертая серия. Четвертая серия. Счет там я... 75 на 78. А, да, 75 на 78. Первый начинает у нас, значит, Борисова. Попадает 9. Сегодня небольшой ветер, поэтому стрелки целивают, называется. Перед началом эфира мы пообщались. Надо сказать, что погода хорошая сегодня. Можно сказать, для лучников сейчас идеальная погода. Потому что у нас погода всегда любит, можно сказать, в кавычках так. Если не ветер, то дождь, если не дождь, то холод. Сегодня просто идеально, да. Итак. Отличный выстрел, это 10. Девушки сражаются. 9, 9, 9, 8. Это у Бориса Гадаяны. И заключительный, третий выстрел в серии сейчас делает Виолетта. И это 10 или 9, да, очень близкая стрела. Габарит у 10, но уже на месте, скорее всего, определит уже судья. Это 10, 10, 8, можно сказать, у Виолетты. И 10, 9, 8. Ну, близкий результат, очень. Ну, надо напомнить про дистанцию для блочного лука. Это 50 метров. 50 метров. Мишень не такая уж большая. Центральный круг 12 сантиметров. Так я даже вот сейчас... Даже меньше. С нашего комментаторского места смотрю. И только сейчас я вот понял масштаб. Я вдалеке вижу девушек, которые стреляют в мишень чуть-чуть поближе. Это приличное расстояние. Прилично, очень прилично. Если учесть, что нашим спортсменам по 14, по 15 лет. Ну, и тем ценнее, конечно, будет победа, что они вот, несмотря ни на что, делают хорошие выстрелы. Борются с ветром и с собой. И счет у нас 101-106 перед заключительной серией в пользу Дичковской Виолетты. То есть в запасе у нее 5 очков. Это довольно много для блочного лука. Если ничего такого экстраординарного не произойдет, то можно сказать, что можно будет поздравить. Ну, не будем забегать вперед. Досмотрим до конца. Последняя серия. Ну, заключительная серия. Пятая. Так, девушки готовятся. Борис Вадоянд растянулась. И 9. Уверенна девятка. Молодец. В целом даже очередность играет роль, ну, больше как психологическую, наверное, да? Очередность, да, очень. Вот для этого... О, 10. Вообще отличный выстрел. Тем отличаются альтернативные стрельбы, альтернативные финалы. Это когда, скажем, стрелок делает выстрел по очереди. То есть он видит, куда сам попал и куда попадает соперник. И куда нужно попасть в следующей серии. То есть здесь уже очень большое значение имеет психологическая составляющая. Нужно быть очень уверенным в себе, очень быть сконцентрированным, чтобы делать хороший выстрел. Вот видим, что у Виолетты сейчас стрела восьмерка ушла. А Даяна борется у нее девять-десять и заключительный выстрел в восемь, к сожалению. Да. Так, это двадцать семь очков. Сейчас Виолетте достаточно попасть, даже может быть, в красную, и она будет победительницей спартакиады. Напомню, что у нас идут... Отлично, десять. То есть точку ставить десяткой. Это очень уверенный выстрел. На пятьдесят метров попасть, еще раз говорю, попасть в такое маленькое кольцо. Это очень много нужно тренироваться и работать. И мы поздравляем. Хотя, не знаю, сейчас, может, подождем немножко официально. Сейчас более точно скажут уже с подхода судей, да? Хотя я точно понимаю, что выиграла Виолетта Нечковская. Надо соблюсти небольшие формальности, да. Так, сейчас у нас... Около судей также представители самих спортсменов. Да, спортсменов, да, да. Они следят за тем, чтобы было все правильно записано, чтобы никто ничего, нигде не ошибся. То есть они представляют своих спортсменов. И что объявляют победителей. И мы поздравляем Дечковскую Виолетту, Хангаласского ЛУЗ с первым местом, с золотой медалью. Это отличный результат. И большой респект тренерам и школе, которая подготовила этого спортсмена. Также поздравляем Борисову Даяну. Она дошла до финала, показала все, на что смогла. С пятого места забралась. И тоже для нее это очень большой результат. Так что тоже наш большой респект городу Якутску и Борисову Даяне. Ну что ж, у нас один финал закончился. Сейчас перейдем также в блочный лук. Будут юноши. У нас встретятся Архипов Андрей и Давыдов Айсен. Да, сейчас мы переживаем еще раз перипетии этого финала. Вот мне понравилась вторая сеть, когда Даяна уже, можно сказать, догнала. Вернее, Виолетта уступала, а потом она догнала и перегнала, можно сказать. Первая серия всегда очень волнительная бывает. Первая и последняя. Потому что они, ну вообще, я думаю, что все серии, не зря говорят, третья, решающая. Ну такая бывает, тоже переломная иногда бывает серия. Думаю, будем следить для хорошей, красивой, яркой борьбы. И судьи готовят уже поле для следующего спарринга. Меняют мишени, ставят табло на ноль. И у нас выйдут Архипов Андрей из Хангаласского волоса и Давыдов Айсен, представитель Чуропчинского волоса. Ну вот, глядя на квалификационные баллы, я так понимаю, Архипов Андрей у нас на первом месте был. Да, это лидеры квалификации, то есть они давно друг друга знают. Вместе стреляли в команде тоже, ну уже на выездах. То есть эти спортсмены заслуженно вышли сейчас, прошли. Ну вот, предыдущий у нас был, да, скажем так, неожиданным небольшим финалом. То есть сейчас уже чисто лидеры вышли. Это Архипов Андрей и Давыдов Айсен. Айсен у нас представитель Чуропчинского района. Также у него разряд кандидат мастера спорта. Первый тренер и тренер, который сейчас его... Действующий. Да, действующий тренер. Это майоров Сергей Захарович. И по результатам соревнований, которые уже за плечами Айсена, в командном зачете он занял третье место. В российских соревнованиях. Кубок генерального прокурора. Кубок генерального прокурора. Это было в прошлом году. Также в командном зачете третье место Надежды России, в городе Великие Луки. Третье место в командном зачете первенства Забайкальского края. И тем временем судья вывел, представил наших спортсменов. Дает тем команды взять Луки. И сейчас начнется золотой финал. Булочный Лук юноши. И определить свои бедители с спартакиад учащихся. Так, по первому счету у нас стреляет, и у него белая форма. Это Архипов Андрей. И стрельбу начинает Давыдов Файсен. Он в синей форме. И он сейчас попадает в девять. Это представитель Чуропчинского уса. Вот мы сейчас видим Архипова Андрея. По квалификации он был первым, кстати. И он имеет право выбрать очередность. И он взял второе. То есть роль догоняющего он выбрал. И сейчас будем наблюдать, как пройдет первая серия. В целом, участникам дается ограниченное время на выстрел, да? В блочном Луке сколько секунд? Значит, на выполнение выстрела стрелку дается 20 секунд в личном зачете. И будет 80 секунд. Это же в командах Микс. Сейчас мы смотрим за личными финалами. Здесь у нас очень равные результаты, я смотрю. Оба попали прямо даже не то, что одинаковый результат, они просто по очередности одинаково попали. Девять, десять и девять. Ну, видимо, будет такая борьба очень напряженная. Потому что и ребята сами... Да, с самого начала заявились, да. То есть никто не хочет вступать. У нас, к сожалению, не видно, вот сколько баллов, да, было по квалификации их... По квалификации я скажу, что у Андрея было намного... Ну, не намного, но существенно выше результат, да. Россиян, он только, видать, набирает форму с начала сезона сейчас. Ну, у нас летом больше всего происходит событие. 50 метров на воздухе, то есть на улице. Это мы всегда поздно начинаем очень, потому что у нас климатические условия, сами понимаете. В марте у нас невозможно стрелять. Только где-то в конце мая только начинают выходить на улицу стрелять. Но тем не менее, вот смотрите, вот смотря за этой стрельбой, по 28 очков попали, все, табло выставили, значит, это уже точный результат. И начинает опять же вот стрельбу Давыдов Айсен. То есть повторение первой серии пойдет сейчас. Немного, может быть, градус напряжения, волнения снизился. Мы будем наблюдать уже в случае, как здесь в серии одинаковые баллы. Тогда кто стреляет первым? А также, да, они первым начали, да, вот так же Айсен он начинает. Отлично. Прямо во внутренний круг попал. Называется Х, да. То есть это десятка в десятке, экстра 10. Может ли это помочь при равных баллах? Это может помочь, да, именно когда идет уже, скажем, спорные моменты. В самом конце, если не определились победители, то вот этот момент, сейчас стрела ближе к центру, это вот на перестрелке, тот и победитель. Мы сейчас наблюдаем, что опять же, ага, 9-8, это Андрей. И Айсен, 10-9 или 10-8. Еще одна десятка, 29 очков у Айсена. Девятка чуть-чуть ниже, да, смотрите, вот. Хорошее попадание, но ниже десятки. 9-9-8 у Андрея и 10-10-9 у Айсена. Ну вот Архипов Андрей у нас представитель Хангаласского улуса. Обучается в Хангаласской Айдюс США. Также у него разряд кандидат мастера спорта. Первый тренер Михаил Валерьевич Алексеев. Действующий тренер Алексеев Стасов Павел Михайлович. По результатам соревнований, которые уже за плечами Андрея, это первое место на Кубке Алроса. Это всероссийские соревнования. Также первое место на 18 метров в Алдании в 23-м году. Первое место на 50 метров в поселке Бердегистях 24-го года соревнования. И также в командном зачете там же в Бердегистяхе занял первое место. Да, Андрей, наверное, более такой, ну не знаю, уместно ли говорит титулованный, но может быть стартов побольше было у него. Он включил сюда зимние тоже старты. Но смотря, судя, судя вот сейчас по результатам второй серии, то он в роли, сейчас Архипов Андрея в роли догоняющего получается. У него 54 очка, в то время как у Давыдова Асена 57. Три очка разницы на второй серии. И сейчас мы будем смотреть за выстрелом, за первым выстрелом Архипова Андрея. Ветер все-таки, видать, мешает. Сейчас вот он, кстати, усиливается. Да, усиливается же ветерок. Видно по картинке, что там, да, у нас он присутствует. Это 9 уверенные. Отличная десятка. Также иксовый, смотри, он поймал, как называть, кураж. И может до конца донести прямо его. Это хорошее качество, когда спортсмен. Спортсмену нравится стрелять, нравится выстрелы свои. То есть он стреляет уверенно уже. Что мы наблюдаем сейчас у Давыдова? Ой, нет, я поторопился, да, семерка. Оказалось, что как будто у него соскочило что-то. Да, что это сейчас помешало сделать хороший выстрел. Тем временем Архипов Андрей попадает 10, 9, 9. 28 очков у него. Немного сократит он отставание. Отставание 10, 9, 7. Это 26 и 28. То есть 2 очка. Айсен отдал. И разница будет у нас уже... Опять будет ровный счет, да? А, нет, на одну очку. На одну очку. Сейчас дождемся решения судей. Вроде бы там спорных пробоин не было. Чувствуется как... Не знаю, ну или мне так кажется, но ощущение, что ребята волнуются. То есть как вот совладать с волнением и показывать хороший результат. Это такой очень психологически напряженный вид спорта. Сзади стоят болельщики, сзади стоят тренера, груз ответственный. Все это влияет очень сильно на состояние стрелка. И мы видим, что на табло 82-83. Да, также одно очко оставит за собой Давыд Файсен. И первым в серии будет начинать Архипов Андрей. Ну, одно очко в 8-ом муке это уже минимальный отрыв. То есть борьба у нас идет. Сейчас четвертая серия. Оба спортсмена входят в сборную команду республики в своем классе. И вот через... В конце месяца у нас будет выезд на первенство России, который пойдет в Вагинский. И вот они туда заявились. И будут представлять нашу республику уже на России. Так, Андрей попадает 9 или 8. Айсен 9. Андрей отличная десятка. Быстрый выстрел и девятка от Айсена. И Андрей заключительный выстрел 9. 27 очков предварительно у него. И также 27 очков у Айсена. То есть варитет в 1 очко сохраняется, так понимаю, да? Нерф, вот этот нокал, вот этот вот, да, все-таки протянулся до последней серии. У нас сейчас третья серия, да? Нет, закончилась четвертая. А, четвертая. Сейчас у нас судьи определят, делают точную сумму, выставят. И уже мы перейдем к заключительной серии. В том случае, если они сравняются не только в серии, а вообще в этом матче, то дадут перестрелку. Перестрелка делается для выявления победителя. То есть уже они 5 серий отстреляют и не выявят, кто из них первый. То одной стрелой уже точно они, ну, как бы, сделать по одному выстрелу. И та стрела, у кого будет ближе к центру, тот и будет победителем. То есть там уже возможен такой вариант даже. Чего-то я думаю, что очень даже возможен. 109 на 110. Одно очко у нас также сохранилось за Давыдовым Асеном. Преимущество одно очко. И заключительная пока пятая серия. Агенты у нас, смотрите, да, из числа волонтеров. Очень сильно помогли девочки здесь. Организация, спорта, я очень... Понятно, что у каждого спортсмена свои стрелы, да, пристрелянные. Да, свои стрелы. И что начинает Архипов Андрей. Болельщики оживились. Так, потому что накал. Да, накал, да. Есть борьба. Отличный выстрел. 10. Так, очередь за Асеном. Такой же быстрый выстрел. И 9. 10-9. 9. То есть десятка. Получается, Андрей выровнял ситуацию. Сейчас слово за Асеном. А, 8. Да, это нерв, это нерв. Так. Архипов Андрей ведет. И... 29. Ну, здесь уже бесспорно, можно сказать, он взял эту серию. И также взял и матч. Давыдов Айсен становится у нас серебряным призером, а победителем тогда Архипов Андрей. Сейчас судьи у нас еще раз подойдут к счетам и определят уже. Официально назовут, кто победитель. Это без сомнений уже Андрей. Можно его поздравить. Хорошая серия была у него в самом конце. Все-таки нашел силы, собрался. Видно, что, да? Видно, что он выдыхает прямо, да? Да, да, да. Не зря я ощущал вот это напряжение. Это очень хорошее качество, работать до конца. Прямо каждый выстрел весел. Прямо здесь чувствую, что сердце бьется у него очень сильно. И дыхание прямо не может восстановить. Потому что нагрузки очень сильные здесь идут на стрелков. Хотя, казалось бы, что там, натянулось, ну и выстрелил. Ну, надо сказать, что лук не из легких. Я пробовал. Блочный лук, он, конечно, в конце, он хоть и расслабляется, но удержать его все равно. Да. Ну что ж, поздравляем Архипова Андрея. Он становится победителем спорта киады учащихся Республики Саха. Представитель Хангаласского волоса. Поздравляем команду Хангаласского волоса тренеров и болельщиков. Также поздравляем Давыдова Ясена, представителя Черопчинского волоса. Он становится серебряным призером. Так же, как на квалификации, получается, они выступили. Первое место Архипов и второй Давыдов. Они эти места с собой сохранили. Как и в квалификации. Так же, как в квалификации, да. Сейчас нас ожидают смешанные команды, да? Об этом можно поподробнее рассказать. Да, на этом у нас индивидуально заканчиваются спарринги. Сейчас будет смешанный, или еще называют микс. Это когда вас за одну команду уступает девушка и юноша. То есть два человека будут стрелять по два, делать по два выстрела. На каждый выстрел. Ну, в общем, за всю команду дается 80 секунд выполнение четырех выстрелов. И они за эти 80 секунд должны успеть сделать, зайти, встать на линию, зарядиться и успеть сделать хороший выстрел. Не просто выстрелить, а сделать хороший выстрел. И когда погода, вот как сейчас, ветреная довольно, да, то здесь сюрпризов очень много может быть. Потому что здесь свою роль играет вот именно временной фактор. Ну вот у нас сейчас от Хангаласского улуса будут участвовать Дичковская, Виолетта и Архипов Андрей. От Нюрбинского улуса Николаева Даяна и Севцев Руслан. А кто определяет, кто участвует в миксе? Это по результатам соревнований как-то? А, давайте, да, немножко расскажу. Видно, что хангалаские спортсмены у нас вышли с первого места. Это значит, что в квалификации в сумме Дичковской, Виолетты и Архипова Андрея было очков больше всех остальных команд. То есть эти два спортсмена определяют свои места по квалификации. Николаева Даяна и Севцев Руслан были седьмыми на квалификации, но тем не менее они прошли в золотой финал. То есть они квалификации показали, может быть, не самый лучший результат. Но вот когда уже пошли спарринги, когда уже борьба была среди самих команд, там они победили. Победили, значит, может даже посмотреть сейчас. Сейчас посмотрим турнирную таблицу. Здесь такая таблица у нас. Так, седьмое место за Нербинским Лусом. И в первом спарринге у них соперник была команда Татинского Луса. Они выиграли 122 на 119, то есть на 3 очка. Татинский Лус был с 10-го места. И вышли сразу на Сунтарский Лус, который по квалификации выходил вторым. Это довольно сильная команда. Жиркова 1, Гавлиф Тимур. Счет здесь 137 на 129 в пользу Нербинского Луса. Смотри, какой скачок, да? Было 122, стало 137. То есть они мобилизовались, получается, и победили таких сильных спортсменов Сунтарский Лус. У них в предварительном было 139, а вот когда они стреляли с Нербинским, уже получается на 10 очков меньше. 129. Как будто одну стрелу они не выстрелили. Ну, там погода, может быть, какая-то коллектива внесла или еще что-то. Поэтому я говорю, что вот эти стрельбы, они должны проводиться с спортсменами очень уверенно за короткое время. И так, смотрим дальше. Да, вот за Нербинский Лус мы переживаем, как они седьмого места попали на золотой финал. Следующий спарринг у них был с Алданским районом. И здесь опять же, смотри, 136 Нюрбинский Лус, 134 очка у Алданского, разница всего 2 очка. Перевес 2 очка, да. И это был полуфинал. Через этот полуфинал они вышли уже, получается, в борьбу за золото. Включились с Хангалацким Лусом. Ну, что, команда молодая, команда перспективная, я так понимаю, да? Посмотрим, смогут ли они навязать такую же борьбу, скажем, лидерам. Хангалацкий Лус, это явно лидер у нас сейчас. Они будут стрелять по первому счету. Нюрбинский Лус у нас работает по второму счету. Здесь правила немножко другие. Руслан сейчас, наверное, я. Да, 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 потому что мне самому тоже очень интересно, я как человек далекий от стрельбы. Как человек, знаешь, понимающий, скажу, что, опять же, команда, которая стояла выше по квалификации, выбирает, какой стрелять. Они могут зайти первыми стрелять, начать стрельбу, или же вторыми. Это уже определяется перед самой стрельбой. Перед самой стрельбой. И это может какую-то роль сыграть тоже, да. Для стрельбы Общее время 80 секунд, то есть по 20 секунд, как бы на каждый выстрел. И это блочный лук. Та команда здесь тоже стреляет по сумме серии. То есть нужно набрать большее количество очков за 4 серии. Если в личных финалах было 5 серий, то в командах стреляют 4 серии. Вот. И та команда, которая наберет больше очков, та и выйдет победителем уже. В целом надо отметить, что сама по себе спартакиада это объединяющая ребят, да, вовлекающая в такой замечательный вид спорта, как стрельба из лука. И вот это, конечно, в первую очередь задачи, да, спартакиада, это развитие массового детского и юношеского спорта. Это повышение уровня физической подготовленности обучающихся. Развитие соревновательной деятельности общеобразовательных организаций по различным видам спорта. Усиление работы школьных спортивных клубов. Развитие школьных спортивных лиг по видам спорта. Ну, конечно, и воспитание всесторонне гармонично развитой личности. Это немаловажный такой момент. Пропаганда здорового образа жизни. Улучшение качества физического воспитания в общеобразовательных организациях. Ну и повышение роста мастерства в детско-юношеских спортивных школах и подготовка сборных команд в спартакиаде, учащихся России. Все верно, да, все верно. Это мы сейчас наблюдаем. В этом году у нас тоже будет в спартакиаде России, уже большое соревнование, где будут участвовать там определенное положение свое, и участники делятся по годам рождения, то есть 2007-2008 года. В этом году будут участвовать на спартакиаде России. Ну а тем временем мы переносимся к нашему событию. Постепенно вот поле подготовлено, стрелки берут луки, и я слышу, что объявили первым на линию стребы будет заходить Нюрбинский Улус в составе Николаева Даяна и Севцев Руслан. Так, ну что ж, интересно очень будет посмотреть. Вот правильно Услан сказал, что они в зеленой форме. У нас сейчас в стрельбе из лука идет много работы тренеров, и в результате чего мы видим, что команда из Нюрбинского Улуса стреляет в золотом финале, тренер работает, значит, подготовит детей, развитие идет, и тем временем Даяна попала в шестерку, и Услан, уверена девятка. Для них это такой финал диковинка, я думаю, совсем не такие спортсмены, которые только благодаря спартакиаде, мне кажется, вышли на такой высокий финал. Даже сейчас смотреть, тут Хангаласского Улуса у нас и Виолетта, и Андрей, они бились, да, за золото. Видели, да. И сейчас 9-9 показывает в этой серии. Уже большая победа для Нюрбинского Улуса, конечно. Независимо от того, победят они или станут серебряными призерами. Видно, что у Даяны прицел немножко сбился. Такое ощущение, что ветер, вот он как раз дует немножко лево. Да. Ну, это на мой взгляд. Тренер нам будет подсказать. Тренер корректирует, он находится позади, да, обучающихся, ну, своих учеников и подсказывает, да? Мы видим, вот они вот с подзорной трубой стоят. Да, они стоят сзади, подсказывают. И по времени подсказывают, сколько осталось. И по попаданиям, какие нужно нести коррективы. Может быть, подправить прицел или, может быть, сделать вынос на ветер, если времени мало остается. Это задача тренера, чтобы каждый выстрел не просто так делался, а делался именно как можно более качественнее. Что мы сейчас наблюдаем у Хангласского областа. У них попадания 9, 9, 8 и 10. Это попадает уже Андрей. Андрей. Да, отличный выстрел. Он уже у нас победитель. Да, он уже победитель. Золотая медаль. Сейчас, наверное, успокаивался, да. Но, с другой стороны, он только что боролся за свою золотую медаль. Да, мы видели его. Мы видели отдыхание, слышали его. Да. И сейчас он снова показывает результат. Так, это у нас первая серия, да? Завершилась. Первая серия, да, я еще раз напомню. У нас результаты будут выводиться по сумме всех четырех серий. То есть, определение победителя будет в конце уже. То, что, может быть, те, кто приезжал в прошлом году на первенство, они же и участвуют здесь. Здесь очень приятное, скажем, безопасное поле. И для города Якутска это очень важно, потому что в самом Якутске таких площадок у нас почти нет сейчас. То есть, есть шанс, что из леса выйдут пикникисты, если так можно сказать. Ну, действительно, да. То есть, смотришь, ты все, территория огорожена и все сделано. Да, по безопасности. По требованию безопасности. По расположению щитов все отвечает требованиям правил. Так, тем временем у нас вторая серия. И так же лук натягивает Николая Водояна. О, отлично. Смотрите, да. Все-таки тренер... Даже 10, да, сказали? 10, да. Очень близко в 10. Это может быть 10, да. Я слышал 10. Да, 10. Включается в борьбу. И сейчас ждем выстрела от Руслана. Так же хороший выстрел. Девятка. 10, 9. Теперь Хангалас Келус у нас. Виолета. Так, после первой серии 36 на 28. То есть, перевес 8 очков. Довольно существенно. Ну, не будем забегать вперед. Посмотрим. Это командные стрельбы. Здесь все возможно, как я сказал уже. Очень много корректив уносится временной. Этот фактор. Потому что нужно успеть зайти, зарядить, прицелиться, выстрелить. Все это нужно сделать очень четко. Вот как сейчас это делает Андрей Архипов. Если я не ошибаюсь, он, по-моему, Викс, да, попал? Да, у него очень рядом. До этого в первой серии был Викс, а сейчас у него хорошая такая десятка. Но рядом с Виксом. Так. Семь. Николай Удаяна. Семерка снизу. И десятка. Отлично. Николай. Ой. Сивцев Руслан. Последним выстрелом попадает в десять. Так, сейчас у нас представители в командах Ангаласского улуса. Ага, это выстрел от Виолетты. Это восемь. Видно, что немножко оба выстрела снесло влево. И Андрей у нас победитель уже этого, этой Спартакьяны. И вот сейчас Х, да, вот сейчас Х, да, вот сейчас Х десятка у него. Он заделал линию. Так. Хорошая уверенность стрельба у него пошла. Может сказать, он тащит команду. Вот есть временные ограничения, да. Что бывает, если, допустим, команда, она не вписалась во время? Тогда уже, как бы, не засчитывается выстрелом? Да, выстрел не будет засчитан. Будет считаться как мимо. То есть даже не конкретно этот выстрел, а, скажем, он будет считаться сделанным после сигнала. Поэтому одна лучшая стрела, заметьте, да, снимается с этой серии ихней. А, даже так? Да, если он попадет, скажем, шесть, а до этого он попадал десять, то по правилам снимается лучшая стрела, то есть снимется десятка. Шесть остается? Да, шесть остается. Если даже мимо попадет, то снимается лучшая стрела. То есть не надо ждать сигнала, нужно работать сразу, заходить. Вот что мы видим, ребята пока успевают. Причем надо отметить, что в зону, как стрельбы, заходит не с натянутой стрелой, а только когда встал на линию, да, 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 это тоже заряжает. Также оговаривается правилами. Нужно строго придерживаться входа-выхода на линию стрельбы. Есть линия ожидания, она метровая называется еще. То есть второй стрелок стоит рядом за метровой линией и ждет, когда его сокомандник сделает выстрел и выйдет. То есть он должен пересечь эту линию, только после этого он должен заходить на линию огня и делать свой выстрел. Вот судьи, которые у нас работают, они за этим строго следят. То есть командные стрельбы, они всегда немножко вносят коррективы всегда. Поэтому, наверное, Нюрбинский УЗ вчера у нас все-таки лучше делал все эти требования и сегодня стреляет, будет делать сейчас третью серию уже. Счет 71 на 63. Это сколько у нас очков разницы? Также 8 очков. 8 очков. То есть эту серию они стрельнули равных же результат, получается. Поэтому разница 8 очков сохранилась. Так, надо отметить, что да, у нас сейчас наши телезрители смотрят по телеканалу 2К Саха. Сегодня соревнования у нас 9 июня проходят на территории Высшей Школы Музыки. И, скорее всего, у нас будут две части трансляции. Первая, которая началась в 18.45. И вторая часть у нас продолжится в 22.00. Также на телеканале НВК Саха. Я думаю, в первой части будет стрельба из бочного лука, а вторая часть будет посвящена уже классическому луку. Тем временем Виолетта попадает в 10. Третья, предпоследняя серия. Уверенный выстрел от Андрея. Девятка. Достаточно кучно, да? Да. Стрелы произведены. У Даяны и Руслана тренером сейчас работает Николаева Альянчана. Она тоже известный у нас сильный спортсмен. В свое время была. Она молодая, очень, конечно. Сейчас работает тренером. Она закончила училище Олимпийского резерва. С этого года она перешла на теннисскую деятельность и работать в Нюрбинском ООСе. Я думаю, это ее подопечные. И мне очень нравится, что она сейчас раскрывается как тренер. Нашла свое призвание, можно сказать, пожелаем успеха. И у нас заключительный выстрел от Андрея в 10. 10, 9, 10, 8. Хорошая серия ухангалацкого луса. Не хотят они никаких шансов оставить с своим соперником. Работает в своей своем ритме. Это и правильно. Расстояние довольно приличное. 50 метров. Еще раз напомню. Два выстрела. Хороших, но чуть ниже. Да, две восьмерки от Даяны. И сейчас Услан делает свой заключительный выстрел. Это 8. В этой серии да, тоже все восьмерки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, спортсмены отстреляли заключительную серию, четвертую, и спокойно, довольно, команда Хангаласского луса становится победителем спартакиады учащихся. Сейчас судьи еще раз проверят результаты, попадания, занесут результаты в карточки. Пока подсчитывается, надо так же поздравить, да, Нюрбинский лус, команду, потому что они большие молодцы, да? Да, это большие молодцы, это прям неожиданно. С квалификацией седьмого места? Седьмого места, да, поднялись до золотого финала, здесь они уступили, конечно, по делу уступили, но все-таки сам факт того, что они все это проделали, можно сказать, что они сделали очень большой, большой работой. поздравляем и тренера, и болельщиков, Нюрбинского луса. Желаем им еще раз развиваться. И мы видим, что судьи определили победителя в командах Хангаласского луса в составе Дичковской, Виолетты и Архипова Андрея становятся победителями спартакиада учащихся в республике Саха-Якутия, спортивной якутияне, в Блочном луке. Поздравляем спортсменов, поздравляем болельщиков, тренеров и зрителей. У нас закончились спарринги на Блочном луке в классе Блочного лука. А впереди нас ждет классический лук, также среди девушек, юношей и также... Также команда Микс, все то же самое, просто класс лук уже будет другим. По первому счету стреляет Таравярова Мария Сунтарскиву. По второму счету стреляет Гавририева Ангелина Нюрбинскиву. Судья матча, судья второй категории. Дорогие, уважаемые телезрители, мы вас рады приветствовать на телеканале НБК Саха. В эфире спартакиада, учащихся республики Саха-Якутия, спортивные якутияне по стрельбе из лука. И позади у нас уже была борьба за золотые и серебряные медали в блочном луке. И сейчас мы переходим к классическому луку. Комментируем мы, Руслан Ачиров и Нюргустан Федотов, старший тренер юношеской сборной команды Республики Саха-Якутия по стрельбе из лука. Еще раз добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. И добро пожаловать на финальную часть спартакиада, классический лук. У нас уже картинка идет. По первому выстрелу сделали спортсмены. И мы видим, что погода у нас очень хорошая. Мария Тароярова стреляет по первому счету, попадает 10-8. И по второму счету у нас Ангелина Гаврилева из Нюрбинского луса попадает 8-7. Это первая серия. Как у нас говорят, волнительная серия должна быть. Но не для Марии. Мария у нас очень титулованный спортсмен. Давайте мы с ней познакомимся. Мария Тароярова, представительница Сунтарского луса, мастер спорта Российской Федерации, первый тренер Петрова Неркулиана Гуян-Жулстановна и действующий тренер Балданов Балдар Балдар Батуман Куевич. Результаты у Марии за ее спортивную карьеру. Это первое место в личном зачете «Надежда России» 2023 года. Гран-при «Астана» 2023 года второе место в микс в категории команды. Также первенство России 2023 года в командном зачете. Она заняла первое место кубок генерального прокурора Российской Федерации 2022 год, второе место в личном зачете, а также первое место в командном в 2023 году. Всероссийские соревнования «Алроса» первое место в личном зачете и первое место в командном зачете открытые соревнования Республики Беларусь. послужной список можно сказать не на одного спортсмена. В блочном луке мы видели все кандидаты мастера спорта, а Мария у нас уже мастер спорта Российской Федерации. Причем она выполнила уже, по-моему, довольно давно и не один раз. Вот у нас присуждение идет через спорткомитет и думаю, что скоро документы ей вручат или даже вручили. И тем временем у нас первая серия закончилась Маша. Сделал хорошую серию, ведет сейчас со счетом 2-0. Напомню, в классическом луке у нас стрельба идет по сетам. Здесь два очка прислуждаются тому спортсмену, который выигрывал в своей серии. Вторую серию у нас начинает Гаврилия Евангелина, представительница Нюрбинского луса. Да, Ангелина у нас кандидат мастера спорта. Ее первый тренер Попова Анна Петровна и действующий тренер Валентина Андреевна Саркомова. Результаты Ангелины она заняла третье место в личном зачете всероссийских соревнованиях на призы Алроса в городе Мирный. Первое место также в командном зачете. Также первое место в личном зачете и третье место в командном зачете в соревнованиях, которые прошли. Да, это Республиканский турнир на призы Оно Садах. Это местные соревнования. Да, она указала все соревнования, которые участвовала. Видно, что спортсмен совсем молодой, но хочет быть рядом с титуловыми спортсменами тоже, так сказать. Я думаю, что вот эти соревнования, которые сейчас у Маши пройдены, также будут и у Ангелины. Она очень сейчас хороший подъем у нее идет. Надо отметить, что по квалификации у нас Мария заняла первое место и Ангелина третья. Ангелина добавляет на первенство. Да, у нас прошло первенство. Там она тоже участвовала. Также стреляла, но не в золотом финале, но все равно в финальной части. И видно, что стрелок от соревнования к соревнованию добавляет. Это хорошее качество. Думаю, что сейчас опять же начало сезона, первое соревнование, ну не первое соревнование, второе соревнование, но видно, что рост идет и что Ангелина очень перспективна в плане будущего, ну не будем забегать вперед, просто пожелаем ей не останавливаться на достигнутых успехов, а также развиваться как спортсмена. И у нас сейчас закончилась вторая серия. А, причем второй серии один балл сего был, решающий. Да, но видно, что здесь один балл решает многое, сейчас счет 4-0 в пользу Марии Тараяровой, очень опытного спортсмена, члена сборной России, очень много она посещает и совместных тренировочных мероприятий сборной России, на самих соревнованиях участвует. Так что опыта у Маши очень много. Попадает она в 9. Ангелина с семеркой. Ангелина сейчас занимается, попадает в 10. Да, отличный выстрел. она сейчас учится в спортивной школе Олимпийского резерва в середине 5 десятях. Тренер у нее Валентина Андреевна Саркомова. Тоже 10. У Марии тоже 10, да. Видно, что выполняет установки тренеров. Еще 10. А, 9. Близкая очень, но это 9, да. Вангелин 10, 9, 7. И Маша может этим выстрелом закончить этот спарринг. Смотрим на попадание до 10, 9, 8 или 10, 9, 9 и скорее всего счет будет 6, 0. Ну, что ж, видно, что Нирган Джулстана рада за воспитанницу. Это ее первый тренер. представительница Сунтарского Луса 2001 года рождения. Маша понимает уже стрельбу, знает свои ошибки. Все равно, насколько бы ни был опытен стрелок, он не может стрелять как машина, как робот. Он все равно живой, он выполняет какие-то действия. ошибаются. Вот эти ошибки должны быть соединены к минимуму, чтобы выходить в финал и побеждать, как сейчас делает Мариета Роярова. Мы поздравляем ее с очередной победой на Спартакеаде учащихся республики Саха-Якутия. И также большое поздравление от нашего лица Гаврильева Альгелине даже имя надо запомнить новое имя. Я думаю, она несомненно будет расти. Видно, что ей самой нравится стрелять. И поздравляем также тренеров спортсменов. И видишь, какой у нас быстротечный получился финал. Это не как блок, скажем, который стрелял до этого. В классике все может решиться за три серии, как мы сейчас видели, может также затянуться и за пять серий никто не определится. Так, тем временем мы ждем личный финал у юношей. Да, сейчас у нас будет представитель Санктарского луса Владимир Ким и представитель Мегина Конголазского луса Александр Сидоров и причем ситуация даже по квалификациям так же как и у девушек где у Марии было первое место у Ангелины третья. Ким Владимир по результатам квалификации также занимает первое место и Александр третья. То есть 1-3 1-3 Интересно, да. Сейчас мы посмотрим таблицу как проходил спарринг данных. Ким Владимир в одной восьмой встретился с Васильевым Баяном из у Солдана это было вчера еще 6-0 следующий спарринг 1-4 у Владимира была с Максимом Акимов Максим Акимов Максим Акимов из Мирного Мирного Акимов 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 он сейчас выступает в составе сборной команды будет представлен на международных спортивных играх Дети Азии пожелаем ему успеха чтобы он также с достоинством защищал честь нашей республики дальше мы смотрим спарринг у Владимира был с Бажидоном Долуном где он вышел победителем со счетом 6-2 и сейчас мы видим финал золотой финал наш где его соперников Сидоров Александр у Сидоров Александра путь был такой же скажем непростой в первом спарринге он победил Хохара Романа из Нерубы 6-2 в 1-4 в перестрелке то есть счет 5-5 у него был то есть передоновым с передоновым Владимиром Владимиром из Ланголаса да где Сидоров попал 10 Владимир попал 7 и в полуфинале значит также в перестрелке с равным счетом прошла стрельба и только в перестрелке он выиграл с передоного Самсона и Северюшка и вышел в финал уже на Кима Владимира то есть это говорит что это боец это новое слово сейчас посмотрим как он почувствует себя на альтернативном финале это немножко другое а у нас идет представление спортсменов и вот на ваших экранах в белой зеленой форме Ким Владимир Сунтарский лус и Сидоров Александр у нас в синей белой форме представитель Мегина Анголасского луса ну что ж как я сказал Владимир Ким у нас является сейчас членом сборной команды для участия в международных спортивных играх дети Азии тоже очень перспективный спортсмен и ждем первой серии первый выстрел немножко качает его тем не менее тем не менее да десятку зацепил очень уверенный выстрел от Александра Сидорова но да поправить прицел да ушло семерку Ким Володя тем не менее попадает не просто десять а Викс две десятки он записывает на свой счет и Александр Александр поправил прицел и второй выстрел у него девять семь девять на десять десять есть немножко да над чем поработать восьмерка у Владимира и семерка или восьмерка от Александра ну что ж первая серия закончила здесь без сомнения победителем в этой серии вышел Ким Владимир у него 28 очков и 23 или 24 будет у Александра ну что ж как и говорил Александр прошел долгий путь к световому финалу и ждем от него хорошей стрельбы посмотрим сможет ли он навязать борьбу нашему лидеру Володя Ким 2008 года рождением занимается здесь у нас в Якутске тренер его Балданов Балдар Батаманкуевич показывает моменты вот про то что я сказал над чем надо поработать сейчас Володя это над заключительным выстрелом чтобы все выстрелы были только желтые первая серия закончилась счет 2-0 в пользу Владимира Кима и у нас сейчас стрельбу начнет Александр Сидоров Александра у нас разряд первый спортивный его первый тренер Прокопий Прокопьевич Васильев и действующий тренер Владислав Тимофеевич Тарабукин и Александр у нас чемпион Алданского турнира 23-го года и призер Алданского турнира этого года 4-го года это все турниры в помещении насколько я знаю на воздухе мы Александр видим только вот сейчас итак объявляет нам попадание Александра Сидоров у него 9-9 Владимир Ким в растяжке и его выстрел 10 насколько я сужу да это близко десятки ну может быть 9 там сказали 10 10 да чуть-чуть по-моему перестоял сейчас Александр и его выстрел тем не менее в 9 кем Володя тем временем 8 и смотрите эта серия у них получается равной по 27 очков но это предварительно сейчас нас сути подойдут оценят попадание и мы узнаем будет счет 3-1 или же 4-0 то есть при равном при равном количестве баллов 2 балла делится да по этому баллу ну что Александр по-моему да ставит счет 3 мы видим на табло стрелка Ким Владимира и единицу записывает себе Александр ну что значит он включается в борьбу и нас ждет следующая третья серия где первым будет стрелять также Александр в классическом луке немного быстрее проходят у нас спарринги мы это убедились уже в предыдущем где Маша Мария Тараяра выиграла соперницу с счетом 6-0 сейчас у нас счет 3-1 ну что стрелки на линии стрельбы таймер включен на каждый выстрел дается 20 секунд то есть за это время стрелку необходимо успеть зарядить растянуть прицелиться и сделать хороший выстрел вот как Александр и у него попадание 9 кем Володя растянулся также делает выстрел и у него 8 далекое на 11 часов также уверенный выстрел и девятка от Александра Сидорова ну что ж волнение прошло надо уже работать и Володя и Александр как это показывает сейчас стрельба ух семерка и Александр третий выстрел сейчас готовит и это 8 9 9 8 это 26 очков даже если Володя попадет сейчас 10 то это серия уступает смотрите 10 8 7 это 25 25 меньше 26 соответственно сет у нас будет 3 3 3 да 26 25 да Володя очень опытный стрелок для своего возраста скажем посмотрим должен собраться все таки бывают такие моменты когда серия сдана и там уже стрелок делает такие не совсем свои выстрелы это совсем не его стрельба скажу сразу он может намного лучше стрелять вот последний выстрел хороший был то есть судя по его обычному да то есть как сказать тренировочному стилю да то есть он что-то сейчас недостаточно не так скажу так да в техническом плане у Владимира все нормально сейчас все дело только в голове психологии можно сказать может быть уже одел медаль как мы говорим может быть думал думал отвлекся на что-то такое во всяком случае выстрел сделал он попал 9 и также 9 у Александра надо собираться все равно собираться надо брать себя в руки ну действительно вот стрельбе из лука задействовать огромное количество мышц да которые отвечают за во-первых сила стабильность вот это вот мы видим даже чуть-чуть микродражание руки да то есть это тоже да проиграет роль шланг здесь очень много у нас задействовано рабочих мышц это не только руки и спина но работают также ноги работает корпус все в напряжении и здесь концентрация очень важна и видно что перестоял немножко Владимир и его стрела уходит в семерку надо работать уверенно надо было работать обрабатывать выстрел быстро так ждем Александра и видно что да перестоял перестоял видно да и у его стрела уходит вниз слушай так же одинаковый результат получается 9-9-7 да предварительно у них в этой серии также по 25 очков 9-9-7 9-9-7 4-4 сейчас будет значит даже по выстрелам да по по очередности они 9-9-9 копируют друг друга может быть полная синхронизация это оказалось соперник попал в семерку подарил можно сказать серию тут на бери нет пожалуйста видите у нас джентльмены никто не хочет легкой легкого пути не ищут оказалось тоже Александр то что он задержался на этом выстреле на который в семерку да есть такой момент если упустили время до тяга то есть застоялись зацелились называется еще или может там ветер донул спина уже не работает то сложно вытянуть тетиву теми мышцами которые нужны включаются другие мышцы как мы сказали что много мышц действовано и получается уже не тот выстрел страдает точность точно страдает коломбур видно что последний выстрел у них семерка это ярко доказывает что счет 4-4 заключительное это уже пятая серия у нас дорожание да здесь уже все зависит от опыта можно сказать от настроенности видим что Владимир собирается его выстрел в 10 Александр у нас не такой опытный но видно что парень с характером да и работает его выстрел в 8 так Владимир прицеливается немножко затянуто он делает этот и да видно что опять же вправо улетает его выстрелы ему надо работать чуть быстрее так смотрите вот здесь он перетянул но попал в 10 возможно сделал да этот вынос ну или может подфартило как у нас говорится да ветер дым 10 9 8 у Владимира это 27 очков и Александр надо попасть 9 в желтый чтобы продолжить борьбу видно да это шестерка если была бы девятка или если десятка то он выиграл девятка была бы перестрелка но все что хуже это уже проигрыш и мы видим что Александр последним выстрелом шестерку не оставил себе надежды на дальнейшую борьбу и становится уже серебряным призером Ким Александр у нас победит Ким Владимир Владимир это вторая победа у него на спорте учащихся то есть он доказывает что является сильным спортсменом и может бороться от года к году все лучше и лучше это хорошее качество пожелаем спортсменам финалистам дальнейших успехов чтобы они росли как спортсмены и также поздравляем тренеров болельщиков сегодня Сунтарский Увоз у нас на первом месте и в классическом луке это значит школа у нас сильная это доказала стрельба предыдущая Тараярова Мария была первая тоже Сунтарский Увоз и вот Ким Владимир представитель тоже Сунтарского Увоза он в своей стрельбой доказывает это ну вот сейчас нас ожидают не менее интересные это даже сказал бы достаточно как сказать интригующе да то есть вопрос командный зачет да микс у нас будет от Сунтарского Увоза Тараярова Мария Ким Владимир которые уже золотые медалисты да за пазухой них поддум да и против них будет команда Вилюйского Увоза это Ефремова Аэлита и Спиридонов Самсон пока у нас готовится команда мы сейчас тоже посмотрим попробуем заглянуть в турнирную таблицу посмотрим как команда Вилюйского Увоза да участвовала так есть у нас так я смотрю да что Вилюйский Увоз они были на втором месте а Сунтарский на первом и разница у них 1272 очка у Сунтарского Увоза это в сумме Тараярова Мария и Ким Владимира у Ефремовой Аэлиты и Спиридонова Самсона 1168 да то есть существенно разница больше 100 очков да здесь в квалификации но в финалах это может ничего не решать здесь все зависит от самих спортсменов от того как они настроились на борьбу видно было что сейчас Вове было сложно сложно но он все-таки вытащил свой финал команда в финалах очень важно поддерживать друг друга то есть не падать духом а именно тащить здесь уже скажем другой настрой нужен это ты отвечаешь не только за себя лично но и за команду за командника здесь уже настрой другой должен быть итак у нас в смешанных командах Микс Сунтарский Улус в одной восьмой победил команду Татинского Улуса со счетом 6-0 потом следующим соперником был Нюрбинский Улус здесь также счет 6-0 в пользу Сунтарского в полуфинале команда Мегина Конголовского Улуса также уступила со счетом 6-0 Сунтарский Улус пока у нас ни одного очка до сегодняшнего не отдал всех выигрывает со счетом 6-0 команда Вилюйского Улуса первый спарринг 6-0 они выиграли тампонского Улуса следующий соперник был уже из Чурапчи и здесь счет 6-2 в пользу Вилюйского Улуса и была перестрелка смотри у команд Вилюйского и Ханголазского Улуса то есть они решили исход только за счет скажем таких перестрелок перестрелочных выстрелов где результат был одинаковым по 17 очков попали и команда Вилюйского Улуса взяла качество то есть у них одна стрела была ближе к центру чем стрелы у Ханголазского Улуса вот это очень интересно и также они заслуженно получается вышли после такой борьбы сейчас на Сунтарский Улус и уже идет представление у нас спортсменов команд по первому счету работает команда Сунтарского Улуса знакомые уже Тараярова Мария и Ким Владимир и команда Вилюйского Улуса у нас Айлита Ефремова и Самсон Спиридонов они в синей форме сейчас нам объявит всех участников с этого финала и право выбрать кто будет стрелять первым это имеет команда Сунтарского Улуса потому что они были выше по квалификации и я смотрю что они выбрали все-таки первым стрелять потому что Маша рвется в бой видно здесь есть метровая линия метровая линия ожидания и линия стрельбы линия огня как говорится так же как в блочном да так же как в блочном все похоже делают сейчас они по одному выстрелу сейчас Маша стреляет попадает 9 должна успеть выйти заходит потом следующий стрелок это Владимир Ким также должен успеть зарядиться и сделать хороший выстрел поддержать начало и у него 8 сверху да то есть 9-8 17 очков они выходят и заходит уже следующая команда это команда Юрийского Улуса здесь первым идет у нас Никифорова элита тут тоже есть отличие вот если в блочном команды стреляли каждый в свою мишень да то здесь наверное за счет того что мишень большая да мишень большая они бьют в одну большую мишень то есть все выстрелы будут сейчас на одной на одной мишени и семерка пока увеличен Самсон делает выстрел и также 7 ну что ж начало есть соперники видят кто куда попал и готовится уже делать еще по одному выстрелу его делает Мария она всегда стреляет вот также уверенная у меня девятка напомню здесь также 60 метров так же как в личке 60 метров классический лук стреляет и Владимир сейчас завершает эту серию была восьмерка у него сверху сейчас уверенная десятка иксовая прямо в центр яблочко по 18 очков набрали 36 у них в сумме да 36 должно быть так что величский УС уже эту серию отдал даже если стрелки попадут сейчас в десятку здесь важно сделать уже ну осознать это как бы что серию отдали и сделать хорошие выстрелы чтобы уже включиться в борьбу на следующей серии чтобы не сбить прицел да нельзя так делать что ну ладно просто в молоко стрельно тут надо действительно ну как бы тогда в этом случае каждый выстрел последующий он как тренировочный получается да что сейчас уже серия сдана и видно что стрелки прямо стрела в стрелу одинаково попали в девятки на час это значит они готовы уже волнение ушло готовы сделать хорошую вторую серию здесь у нас тоже правило идет выигрывать та команда которая наберет больше ну в личных это было 6 очков а здесь нужно набрать 5 очков то есть сейчас счет будет 2-0 в пользу Сунтарского Олуса набрать нужно не меньше 5 при счете 4-4 если будет такая возможность то мы увидим перестрелку вопрос дадут ли нам такую возможность увидеть это действие или все завершится заранее определиться красивый выстрел обо вы просто заключительных 10 команда Вильюйского Олуса у нас занимается стрелки вернее занимается у разных тренеров Спиридонов Самсон сейчас учится в училище Олимпийского резерва его тренерами являются Алексеев Мичил Анатольевич и Симушин Михаил Дмитриевич закончил он первый курс является членом также то есть не членом даже он ходит в сборную республики на Дети Азии а Ефремова Элита стреляет в Вильюйске у себя дома ее тренер Солоев Филипп Егорович и она сейчас растягивает лук начинается вторая серия то есть заново борьба идет выстрел и девятка уверенная девятка все-таки приходят они в норму успокоились и сейчас нужно только только хорошие выстрелы отлично отличный выстрел 10 что Сунтарский вот видел куда попали соперники и уже знает результат понимает что им нужно также хорошо выстрелить но Маша это умеет делать 8 неожиданно немножко еще раз хочу подчеркнуть дисциплина смешанная команда это уже не как личное выступление здесь уже совсем можно сказать другое упражнение здесь они стреляют по два выстрела и каждый выстрел здесь может может быть решающим очень быстротечно а вот тот факт что например участники тренируются у разных тренеров это откладывает да это может быть плюсом может быть наоборот минусом но мы видим что в случае нирбинской команды это разницы не имеет они также дошли до золотого финала ой вельвийский ус да вельвийский ус и восьмерка завершает восьмерка завершает самсон 10 9 9 8 да у них так вот сейчас многое зависит от сложной задачи у сунтарского сунтарской команды тем не менее интереснее надо же попасть в 10 сейчас посмотрим 9 9 и теперь нужно попасть в 10 если 10 попадет то будет равный счет в серии а если будет меньше 10 то команда вельвийского ус сравняет счет в матче будет счет 2-2 ага девятка это значит у команды сунтарской сравнивается счет в матче счет равный вельвийский ус взял эту серию на одну очко они опередили соперников 36 на 35 ну что сейчас сейчас судья подходит к мишеням ну там по-моему таких прямо явно вопросов нет там вопросов до спорных не было скорее всего счет будет такой как мы сказали да счет по матчу 2-2 теме интересней да команда велического луса вернулась в борьбу вступает в борьбу вернее на самых серьезных включается прямо и ну так на ребят смотришь очень спокойно но мы не знаем что творится внутри не показывает сконцентрированный на борьбе сейчас они стояли возле тренера получали ценные указания что делать как стрелять я правильно понимаю что во время стрельбы лучник не может общаться с тренером он может только его слушать да есть правило определенные когда стрелок находится на линии огня то он не должен разговаривать он может просто слушать по выношу может подсказка быть или там сколько секунд осталось по времени но разговаривать он не имеет права за это дается предупреждение так третья серия счет 2-2 и Сунтарский Улус спортсмен Тараяра Марье попадает сходу заходит и 10 прямо попадает это она умеет делать и ждем ответа Владимира Ким затянута немножко и девятка 10-9 попадания у Сунтарской команды опять же Велирский Улос видя это начинает свою серию Восьмерка Аэлита от Аэлиты немножко с прикладкой видно что нарушено было процедуру с входа захода заставляет спортсменов обратно зайти и выйти а время в это время идет не в их пользу работает да здесь очень тонкие моменты видно что это сбило немножко Самсон и он попадает в семерку переход он должен выполняться очень четко пока спортсмен не вышел полностью второй спортсмен не имеет права заходить что мы сейчас видели и Маше далекий выстрел 8 или 7 на 3 часа она попала так и Вова сейчас растягивается и так же семерка на 3 часа интересно да да очень причем у Вилийского Улса восьмерка тоже под вопросом да со звездочкой а я имею ввиду что они в одно и том же направление послали свои стрелы справа на 3 часа семерка так элита делает выстрел быстрый но не совсем точный семерка на 11 и у Самсуна наверное остается мало времени поэтому он тоже по красному по красному отстрелялись спортсмены земельского Улуса и уступают в этой серии явно уступают они счет будет 4-2 в пользе до Сунтарского Улуса идет финальная часть спартакиады сегодня сейчас последний спарринг у нас на этом соревнования постребе из лука закончится в целом надо отметить что спартакиада учащихся спортивные якутияне возрождена по инициативе главы республики Айсена Николаева с целью сохранения укрепления здоровья подрастающего поколения вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом и входит большое количество дисциплин бокс волейбол вольная борьба гиревой спорт масс-рестлинг стрельба из лука как мы сегодня видим это классический лук блочный лук также прошли соревнования по традиционному луку это шахматы шашки все они проходят на спортивных объектах города Якутска села Хатаса а также села Бердегистях и сейчас у нас следующий уже можно сказать решающие серии начинаются проигрывать команде Вильюйского улуса в серии нельзя потому что счет 4-2 говорит о том что команда Сунтарского улуса стоит на пороге победы уже даже в случае если они сравняются в серии то они выйдут победителями здесь борьба здесь борьба идет до 5 баллов так и элита посылает свою стрелу в пятерку то есть получается в целом сейчас серии делятся баллы то будет 5-3 да ну если одинаковые словно говоря да если они сравняются в серии то счет станет 5-3 и команда Сунтарского улуса выйдет вперед все равно так тем временем Самсон попадает 7 12 очков у них на двоих и Мария Тарьярова в наших экранах ее выстрел 9 уверенный выстрел уверенная девятка все что требуется от стрелка это быть всегда сконцентрированным знать последовательность действий и выполнять их не затягивая все делать уверенно так как на тренировках Вова Ким это сейчас продемонстрировал и попал в свой выстрел в 10 его стрела виксовой десятки 19 очков у команды Сунтарского улуса и против 12 у Вилюйского задел большой элита вторым выстрелом 9 попадает в 9 и заключительный в этой серии может быть в матче у Самсона Самсон 8 в итоге у них 12 17 это 29 очков 10 10 качество в конце собираться и попадать 10 это очень приходит с опытом и очень дорогого стоит так Владимир сейчас тоже нужно делать четкий выстрел отлично 10 молодец Владимир он доказал что является лидером сборной команды республики и готов уже к самым высоким соревнованиям завершился классический лук смешанные команды микс и определились победители золото и серебро да со счетом 6-2 команда Сунтарского Луса в составе Ким Владимир и Мария Тараярова становятся победителями спартакеда учащихся в спортивной кутяне по стрельбе злока с чем и поздравляем Сунтарский Лус у нас взял три золота в польских комурке то есть они лучшие и поздравляем также команду Вильюйского Луса они становятся серебряными призерами спартакеда учащихся и пожелаем им также успешно выступать на всех последующих соревнованиях да напомним для наших телезрителей это спартакеда учащихся республики Саха-Якутия спортивные якутяне по стрельбе из Лука и у нас сейчас будет возможность пообщаться с победительницей соревнований по классическому Луку с Марией Тараяровой сейчас сейчас она к нам подойдет ну что ж да ждем Марию Машу целом хотелось бы отметить что награждение пройдет завтра на площади дружбы и мы поздравляем всех участников главное как говорится не победа а участие да то есть все участники большие молодцы да конечно нам подходит Мария Мария присаживайся ну спасибо большое за поздравление ну ощущения у меня так-то вот хорошие были ну рада то что выиграла Спартаке конечно ну я так-то ну готовила себя на золотую медаль планировала и как я достигать будут цели тоже я планировала ну вот сегодня у меня был только первый опыт да вообще комментирования стрельбы из лука я так понял что это очень большую роль играет именно психологический настрой это правда или вот вообще как тебе удается справляться с эмоциями ну на самом деле да тут характер человека тоже зависит то что как ты умеешь себя поддерживать там мотивировать ну надо быть холоднокровным ну для меня это самое большое преимущество ну холоднокровность решает для меня все вот лишние другие эмоции могут там для меня какую-то помеху вызвать там например пошлевременная радость не знаю грусть а о чем вот ты думаешь когда о чем о чем думаешь когда ты прицеливаешься да в мишень есть какие-то мысли в голове ну так-то у меня во время стрельбы особо мыслей нету просто я могу очищаешь сознание да я могу иногда про себя говорить там про свою технику там например натянуть приложиться и до трех могу считать если это вот надо будет слушаешь ли ты тренера тренер всегда находится позади вот есть ли от него какое-то вот влияние на тебя во время стрельбы да для меня очень большое влияние там вот иногда я забываю там что-то сделать там в технике тоже или там начинаю суетиться он мне напоминает об этом типа не суетись вот это вот сделай вот это вот приложи для меня это помогает ты уже достаточно титулованная спортсменка и может быть твои пожелания очень будут важны тем девушкам юношам да кто уже участвует в соревнованиях или кто желает связать ну вот познакомиться с таким видом спорта как стрельба из луком ты можешь обратиться к ним и сказать свои пожелания ну на самом деле я вижу тут много вполне таких спортсменок которые могут достичь много чего ну главное это вот стараться трудиться вот со временем все придет слушайтесь тренера и зависит от ваших тоже желаний это вот насколько хотите заниматься этим спортом ну Мария мы еще раз тебя поздравляем с победой желаем дальнейших успехов в спорте стрельбе из лука чтобы ты достойно представлял нашу республику на всех спортивных площадках спасибо спасибо большое друзья ну а я напомню что это был репортаж спартакиады учащихся спортивные якутяне по стрельбе из лука ну и конечно желаем вам успехов всего самого наилучшего занимайтесь спортом следите за нашими спортсменами тем более совсем скоро в городе Якутске стартуют очень грандиозные спортивные события это международные игры дети Азии ну и конечно до новых встреч в эфире летом вода в эфире в эфире как Продолжение следует...